Полицейские Муравленко предупреждают жителей о новых видах мошенничества. В то же время напоминают о том, что аферисты активно используют и старые схемы обмана. По-прежнему самый надежный способ защиты от злоумышленников – это бдительность. Мошенники добрались до портала Госуслуг. Новую аферу они начали активно использовать в начале 2022 года. Прежде чем взломать нужный аккаунт, они обзванивают потенциальных жертв. Представляясь сотрудниками портала Госуслуг, мошенники предлагают активировать QR-код или привязать его к странице пользователя. Просят назвать код безопасности, поступивший на телефон, и какие-либо другие личные данные. Получив код безопасности, мошенники получают доступ к личному кабинету и, соответственно, ко всей информации, которая имеется в нем. С помощью этой информации мошенники совершают какие-либо банковские операции, например, оформляют кредит. Чтобы защитить персональные данные, специалисты рекомендуют установить на портале Госуслуг дополнительную защиту – подтверждение по СМС. Также эксперты советуют один-два раза в год менять пароль и использовать только сложные и уникальные комбинации из букв, цифр и символов. И, конечно, никому ни под какими предлогами не сообщать коды и пароли, которые приходят вам на телефон. Сотрудники полиции просят быть особенно бдительными, если вам звонят якобы из банка. Если держателю карты позвонили с неизвестного номера и представились с сотрудниками безопасности банка, просят сообщить свои персональные данные, мы предупреждаем людям о том, чтобы они не сообщали своих персональных данных и прекратили разговор с неизвестным номером. Лучше, конечно же, обратиться в банк, в котором у вас находится ваш расчетный счет или карту вы получали, уточнить, производили ли вам какие-то операции, звонил вам кто-нибудь из банка, представлялся. И если уж, конечно, произошло списание денежных средств или блокировка карты, конечно, нужно обратиться в полицию. С начала 2022 года в Муравленко зарегистрирован один факт мошенничества. На уловки афериста попался любитель онлайн-покупок. Мужчина заказал вещи через социальную сеть, перевел деньги продавцу. Тот сразу же перестал выходить на связь. В итоге более 6 тысяч рублей оказались в руках мошенника. По данному факту отделением дознаний МВД России по городу Муравленко было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится ряд следственных и оперативно-розыскных мероприятий на установление лица, совершившего данное преступление. В прошлом году муравленковцы лишились около 16 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали около 90 горожан. Гаджи – один из них. Мужчине нужно было срочно вылететь на землю. Чтобы добраться в аэропорт, решил воспользоваться услугами «Блаблакар». Списался в мессенджере с водителем. Тот отправил ссылку для оплаты и получив доступ к данным банковской карты. Был таков. Данные зафиксировались у них. И они с меня уделяли 5 тысяч. Я нашел, с кем добраться. Я по-другому доехал. А с тем случаем разбираться времени у меня не было. Возвращаясь обратно сюда, пока еще не разобрались. Но получается, под тем же делом мне опять еще раз 16 тысяч списалось. Я сразу же позвонил и заблокировал карту. Гаджи повезло. Он успел отменить вторую транзакцию. Признается, этот случай помог ему пересмотреть свое отношение к хранению личных данных и данных банковских карт. Один из моих советов было бы для онлайн-покупок интернет-магазина держать отдельную карту. И держать именно ту сумму, которую вы хотите оплатить. А так ваши информации могут воспользоваться или перепродать. От звонка мошенника никто не застрахован. Сотрудники полиции призывают горожан к бдительности. Татьяна Абурка, Петр Князев, Виталий Сидняев. Новости Муравленко.